Спортивные травмы локтевого сустава Для спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом и бодибилдингом, локтевые суставы являются наиболее уязвимым местом. Предрасположение к травмам такого рода объясняется спецификой этих видов спорта. Несмотря на определенные различия, и пауэрлифтинг, и бодибилдинг базируются на комплексе силовых упражнений, оказывающих повышенную нагрузку на костно-мощную систему локтевых суставов. Оценка мастерства пауэрлифтеров производится на основе трех основных показательных упражнениях. Приседания в положении, штанга на плечах, тяга штанги в положении от пола, становая тяга, подъем штанги от скамьи лежа. Все они в равной степени являются травмоопасными, так как основная нагрузка при их исполнении направлена на плечевые суставы и локти. В бодибилдинге травма локтя может быть провоцирована длительными регулярными упражнениями. Использующимися по неестественной траектории сюда, как правило, относятся жим штанги из-за головы в положении стоя, французский жим, французский жим, исполняющийся в положении лежа, широкие разносторонние разводы рук с использованием тяжеловесных гантелей, отжимания с глубокой амплитудой, отжимания на брусьях. В подобных ситуациях пострадавшей стороной могут оказаться не только новички, но и опытные спортсмены. У начинающих причиной травмы локтя чаще всего являются резкие движения, необоснованные весовые нагрузки и незнание основных правил техники использования упражнений. Мудренные практики нередко расплачиваются за то, что игнорируют предельно допустимые для своих лет нормы нагрузок. Локтевой сустав имеет ложное анатомическое строение, которое делает его как прочным, так и уязвимым. Он представляет собой непростое соединение кости плеча и лучевой и локтевой костями предплечья. Кровеносные сосуды в речах отсутствуют, поэтому питание суставной ткани замедлено и происходит лишь за счет синавиальной жидкости. Неудивительно, что длительные тренировки, сопровождающиеся поднятием тяжелого веса, оказывают разрушающее влияние на локтевые суставы. Последствия продолжительного бесконтрольного воздействия путем силовых упражнений в большинстве случаев плачевные и безнадлежащего лечения могут привести к тяжелой форме артрита. Проблемы с локтевыми суставами, как правило, не возникают за один день, а накапливаются годами. Первыми признаками, на которые силовым спортсменам следует обратить особое внимание, являются слабые болевые ощущения и незначительное снижение рабочей амплитуды суставов в процессе тренировок. Профессиональными заболеваниями локтя у многих силовиков являются эпиканделиты и тендениты. Эпиканделит сопровождается сильной прогрессирующей болью, которая возрастает при попытке сжатия руки в кулак или удержания в ней какого-либо предмета. Причина возникновения острых болей при эпиканделите является воспаление связочного механизма локтя, который вызывается снижением обменных процессов. При этом в заболевании сустав не подвержен опуханию или покраснению и сохраняет свой обычный внешний вид. Эпиканделиты чаще всего возникают у спортсменов, которые пересекли 35-летний возрастной рубеж. Локтевой тенденит сопровождается воспалением сухожильной ткани. Причиной данного заболевания являются тренировочные перегрузки. Болевые ощущения возникают при активных движениях, в ходе которых задействовано травмированное сухожилие. Прощупывание сухожилия также вызывает болезненный дискомфорт. При пассивном воздействии в боли отсутствует температура кожных покровов в области поврежденного сухожилия повышена, а малейшие движения сустава сопровождаются характерным хрустом. Повреждение капсульно-связочного аппарата, диагностика этой травмы в остром периоде сложна. На возможность разрыва капсулы и связок указывает непрямой механизм повреждений и значительная степень физических усилий. Симптомы повреждения сравнимы с таковыми при ушибе, однако заслуживают внимания локализация отека, подкожные кровоизрияния и болезненность по боковым поверхностям сустава. Убедительная диагностика повреждения колотериальных связок, особенно частичных разрывов, возможно только при полном разгибании в суставе. Осложнением повреждения капсульно-связочного аппарата является чаще нарушение подвижности и реже нестабильность сустава. Повязкный локтевой сустав используйте эластичный бит. Первейшим лечением для травмированного физическими нагрузками локтевого сустава является покой. В некоторых ситуациях врачи советуют временно обездвижить локоть за счет наложения на него легкой гипсовой лангеты. Для снижения болевых ощущений и устранения воспаления часто применяют разогревающие мази перед тренировкой спустя 1-2 дня после травмы. Отлично снимает воспаление суставов при эпикондилитах препарат ибупрофен. Это нестероидное лекарственное средство обладает прекрасными жаропонижающими и анальгизирующими характеристиками. Ибупрофен производится не только в форме таблеток, но и в виде мазей, гелей, которые по несколько раз в день тщательно втираются в область больного локтевого сустава. Подобными фармакологическими свойствами обладает препарат нурофен, который содержит ибупрофен и кодеин, отлично работающие в комплексе. Данное средство успешно применяется для оккупирования болевого синдрома. При затянувшемся отсутствии положительных результатов в ходе лечения тенденитов в область воспаленного сухожилия вводят инъекции кортикостероидов и антибиотиков. Относительно новыми прогрессивными методами лечения спортивных травм в локтях являются лазерное воздействие и ударно-волновая терапия. Следует отметить, что врачи все же не советуют абсолютный отказ от физической активности поврежденных локтевых суставов. Легкие упражнения с минимальной нагрузкой не только не навредят, но и будут способствовать скорейшему функциональному восстановлению локтевых суставов после спортивных травм силового характера. Спортсменам, у которых в прошлом была травма локтя, следует не только подкорректировать систему своих упражнений, но и проводить занятия в профилактических локтевых бандажах. Они будут создавать эффективную компрессионную поддержку суставов. Помните, разумный подход к тренировкам без фанатизма и стремительного увеличения нагрузок гарантированно предостережет вас от возникновения опасных травм уставов. Неотъемлемая часть лечения – это предупреждение о разрушении хряща и ускорении его регенерации. Эта проблема решается применением таких спортивных добавок, как метилсульфанилметан, глюкозамин и хондроитинасульфат. Эффект от их применения виден не ранее, чем через 1-2 месяца и сохраняется в течение 2-3 месяцев после прекращения приема препарата. Поэтому, чтобы добиться наилучшего результата, данные средства назначают длительными повторными курсами на протяжении нескольких лет. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok